В Иркутской области с 29 марта сняты все ограничения, введенные ранее из-за коронавируса. В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации, снижением заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19, главный государственный санитарный врач региона подписал постановление об этом. Отменен обязательный масочный режим в учреждениях, как и проведение дезинфекции помещений, снято ограничения на посещение родственниками больных в стационарах. Напомним, что повсеместный масочный режим в области отменили еще 27 мая 2022 года. Он вводился и снимался указом губернатора. Время бесплатных катков и аквапарков. Нестабильные погодные условия и некачественная уборка улиц. Забитые ливневки влияют на дорожную обстановку в Устилимске и районе. Ежедневно регистрируются дорожно-транспортные происшествия. Напомним, за прошедшую неделю произошло 19 аварий. За три дня текущей недели еще семь. В двух пострадали люди. Госавтоинспекторы разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 27 марта в дневное время на втором километре шоссе имени Бусыгина. 35-летний водитель, управляя автомашиной «Форд Фокус», потерял контроль над движением, после чего при движении юзом допустил опрокидывание автомобиля на левый бок. В результате получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в лечебное учреждение. 28 марта в вечернее время на втором километре Устилимского шоссе, где водитель, управляя автомашиной «Тойота Хария», потерял управление, при движении юзом столкнулась с «Тойотой Калдино». В результате столкновения 44-летняя пассажирка получила ушиб грудной клетки. По данному факту проводится проверка. Госавтоинспекция напоминает, что при движении на автомобиле водителю необходимо следить за изменениями покрытия дорожного полотна. И по возможности следует объезжать участки проезжей части, имеющие лужи, так как та самая лужа может скрывать под собой глубокую яму. Участки с нерастающим льдом, которые могут встречаться в тени от зданий или деревьев. Только неукоснительное соблюдение правил дорожного движения поможет избежать опасной ситуации на дороге. Берегите себя, свои и чужие жизни. В целях недопущения происшествий, связанных с провалом автомобильного транспорта и людей под лед, с 27 марта по 2 апреля на территории Иркутской области пройдет пятый этап межведомственной профилактической акции «Безопасный лед». В ее рамках продолжатся рейдовые мероприятия, в ходе которых будут охвачены все традиционные места выхода людей на лед. В случаях нарушений действующего законодательства будут составляться протоколы об административной ответственности. Любую информацию, связанную с происшествиями на водных объектах городом, жители могут передать по телефону 112 или 61300 ЕДДС города Устилимска. В спортивном комплексе «Олимпийц» продолжается капитальный ремонт. Внутри комплекса ведутся технические, электромонтажные, отделочные работы, монтаж системы вентиляции. Обшивают купол над большой чашей бассейна. В самой чаше проделана стяжка пола, а штукатурена малая чаша. В помещениях душевых уже укладывают плитку. В большом спортивном зале установили витраж и приступают к покраске стен. Все материалы имеются ежедневно на объекте, задействованы сотрудники подрядчика и субподрядчиков. 24 марта в общеобразовательной школе номер 11 состоялся круглый стол классных руководителей, с кого начинается информационная безопасность. С этим вопросом разбирались педагоги 5-х, 8-х, 9-х школ, городской гимназии и лицея. Обсудили обеспечение безопасности образовательного пространства, как актуальные задачи в условиях постоянно меняющихся вызовов и угроз для развития подрастающего поколения. Была показана роль педагога в условиях новых угроз информационному пространству образовательной организации. Определялся комплекс педагогических профилактических мероприятий, в частности направленных на защиту детей и несовершеннолетних от негативного воздействия информации. По итогам встречи педагоги приняли решение опубликовать свой опыт в электронном сборнике «Актуальные вопросы безопасности информационного пространства образовательной организации» на официальном сайте Управления образования. В рамках российской научно-социальной программы для молодежи и школьников 28 марта в 15-й школе прошла 22-я муниципальная научно-практическая конференция «Шаг в будущее». В программе мероприятия «Интеллектуальный конкурс», «Научная инженерная выставка изобретатель 21 века», «Педагогический симпозиум», «Школа исследователя», «Конкурс докладов». Организаторами конференции выступили Управление образования администрации города и Центр детского творчества. Участниками – юные исследователи из первых 11-х классов общеобразовательных учреждений Устилимска и Устилимского района. Дорогие ребята, вы здесь присутствуете в зале. Я вам желаю достойно защитить свои работы, свои проекты. К экспертам обращаюсь быть объективными, терпеливыми, чтобы не пропустить тот проект, который действительно очень может быть значимым. Ну и, конечно же, я желаю, чтобы оправдали надежды педагогов, которые готовили участников этой конференции. После торжественного открытия присутствующие разошлись по аудиториям, где приступили к демонстрации своих проектов в области обществознания, психологии, социологии, биологии, географии, краеведения, культурологии, экологии. Ребята посвящают научные труды наблюдением за природой, изучают историю Устилимска, анализируют воздействие современных игрушек на психику детей, затронули тему киноискусства. Я хочу вам предоставить проект «Ы» или же «Жизнь» и творчество Ленида Гайдая. Сам Гайдай Ленидрович является знаменитым советским кинорежиссером, сценаристом и актером. Актуальность моей работы заключается в том, что именно Леонид Гайдая стал основоположником золотой коллекции российского кино. Гайдая также принимал участие в Великой Вечной войне. В 1942 году он первоначально проходил службу в Монголии, а затем был направлен на Галининский фронт. Если городка, то Леонид Гайдая верно служил Отечеству, заслужил даже некоторые медали, но, к сожалению, он подорвался на вражеской имени и был признан не годен для последующего служения в армии. А в послевоенное время, а именно в 1947 году, он окончил зиатральную студию в Барикутском областном фактическом театре. А уже в 1949 году он поступил на режиссерский факультет «ГИК», где встретил свою будущую супругу Веру. Проект очень символичен к столетию со дня рождения великого советского комедиографа Леонида Гайдая. Жюри оценивало не только актуальность выбранной темы, но и глубину исследования. Педагоги делают ставку на то, что ученик, владеющий навыками анализа, сравнения, обобщения и умениями обосновывать выводы, обязательно будет применять их в любых видах деятельности, в том числе учебной, творческой, спортивной. Благодаря научно-профессиональной конференции «Шаг в будущее» появляются исследователи, новые открытия и достижения в науке. По итогам муниципального этапа экспертная комиссия отберет лучшие работы, которые ребята будут защищать на региональном уровне. А при положительном результате их пригласят на федеральные окружные соревнования. В минувшую пятницу 24 марта состоялся большой концерт ансамбля песни «Танца Сибирь». Он традиционно открыл сезон отчетников творческих коллективов Дворца культуры дружбы. Народный и задорный, веселый и радостный, вдохновляющий и добрый – все эти эпитеты были применены к уникальному действу. Я пойду немолоденько, я пойду немолоденько, в зеленую рощу, в зеленую рощу. Творческий сезон 2022-2023 ансамбль прошел с новым хормейстером Евгенией Георгиевной Лебедевой. Уровень исполнения заметно вырос, порадовало и пополнение репертуара новыми постановками. Душевные композиции и задорные пляски от танцевальной группы создала балетмистер ансамбля Ольга Перепелицыная. Сибирь – это сотружество взрослых и детей, в котором любовь к народной песне передается от старших к младшим. Коллективами-спутниками являются сибирские жемчужинки и детский казачий хор «Станичники». Руководитель Алексей Трифонов. Сияющие глаза, добрые улыбки, яркие костюмы, артистизм и поразительный вокал. Исполнители проживают на сцене каждую песню, а песня живет в каждом из них. Особенно полюбилась устилинцам мужская хоровая группа. Кукуруза высока, высока, месяц скрылся в облаках, в облаках. Я послушала ты маму, ай-яй-яй, и с подругами пришла, ты пришла. Ай-яй-яй, Катерина, ай-яй-яй, Валентина, ай-яй-яй, Антонина, ай-яй-яй, Гимарина. А компаниатор хора Виталий Семенин с сольным исполнением на баяне народной песни «Ой да ты, Калинушка» открыл патриотический блок концерта. Народные военные песни нашли отклик в сердцах зрителей, которые, стоя со слезами на глазах, аплодировали и подпевали артистам современные авторские песни «Я русский», «Горькая моя родина» и другие. Пусть судьи небогония на бурный мир, будем веровать, будем жить. Будем веровать, будем жить. Отчетный концерт – это не только подведение итогов творческого сезона, но еще и прощание с выпускниками В этом году Сибирь покидает талантливая Полина Анучина Цветы, поздравления и аплодисменты в этот вечер были для Полины и ее родителей Без внимания не оставили и бывшего руководителя творческого объединения Марину Геннадьевну Жмурову Которая посвятила ансамблю годы своей жизни Она, кстати, впервые присутствовала в зале в качестве зрителя Праздник для глаз, слуха и души И мы, зрители, понимаем, для того, чтобы все во время этого концерта получилось так легко, естественно и проникновенно Артистам и их наставникам пришлось проделать огромную работу Анастасия Устюжина, Алена Феортистова, Антон Емельянов Информационная программа «Северный город»